здравствуйте дорогие друзья мы сегодня продолжаем введение или экскурс увлекательный и интересный мир химических волокон в прошлой передаче я вам рассказывал о том как они классифицируются какие они бывают а сегодня мы поговорим о том в каком виде выпускаются химические волокна потому что это не только волокно и не только химическая но и некоторые другие материалы что же это за материалы и так химические волокна выпускаются виде жгута виде штапельного волокна нетканых материалов мононитей комплексных нитей и пленок современная жизнь невозможно представить без химических волокон они окружают нас везде с утра до самого вечера начиная зубной щетки шторах на окне ковре на полу одежды и так далее и так далее сегодня мы разберемся в каком же виде и как какие бывают химические волокна и так первое химические волокна которые используются в текстиле для одежды в том числе могут выпускаться в виде жгута что это такое жгут это комплекс состоящий из большого количества несколько десятков тысяч химических волокон бесконечной длины которые собраны в общий жгут линейной плотностью от 30 до 80 килотекс для чего этот жгут нужен этот жгут нарезают на специальном оборудовании и получают химическое волокно из химического волокна затем делают пряжу нарезать жгут можно на волокна любой длины 30 40 50 100 миллиметров от чего это зависит на каком оборудовании будут перерабатываться если будет перерабатываться с хлопком то мы его разрежем на длину 30 миллиметров примеру если мы перерабатывать всего на шерсть опрязь на оборудовании мы разрежем на длину 100 миллиметров и получим химическое волокно таким образом следующий продукт который получают из химических волокон является штапельное волокно по-английски степл файбес штапельное волокно используется для производства пряжи длина его как мы выяснили может быть абсолютно различной это волокно можно перерабатывать в чистом виде и сделать чисто химическую пряжу или смешивать с любым из натуральных волокон с шерстью хлопком сольном или смешивать разные химические волокна между собой и так штапельное волокно для производства пряжи третий вид в который выпускается химического волокна это моно волокно или моно нить что значит моно моно 1 это волокно которое не делится в продольном направлении на составляющие она одно моно что делать из такого волокна тоже широко распространено посмотрите из него делают различные лески сети щетины для щеток ну и такое вот интересное направление современных пожалуйста искусственные ресницы это тоже моно волокно с таким волокном мы также сталкиваемся каждый день не тканые материалы прямого формования что такое не тканые материалы это те материалы которые не ткут и не вяжут их получают сразу из волокна минуя процессы ткачества или вязания но это тоже отдельный цикл передач мы сделаем про не тканые материалы но их можно сразу получать после формования химических волокон но одни из наиболее известных вам не тканых материалов это например синтепон который используется для как утеплитель для одежды или такой материал как спонбонд которым укрывают грядки для того чтобы быстрее прорастали ваши посевы и так следующий материал не тканые материалы также химические волокна выпускают в виде пленок посмотрите все вы представляете как выглядит полиэтиленовая или полипропиленовая пленка ну как бы на первый взгляд это не текстиль когда же он станет текстилем когда мы эту пленку разрежем на узкие полоски что можно сделать этих полосок можно сделать такую пленочную нить она например используется в сельском хозяйстве для обмотки стогов или сена или каких-то еще там плодов урожая или еще известного применения такой пленочной нити для производства полипропиленовых мешков которые используются для хранения различных сыпучих или других продуктов ну и вот мы подошли главному продукту при выпуске химических волокон это комплексные нити комплексные нити используются очень широко для производства одежного текстиля для производства технического текстиля поэтому они делятся на текстильные текстильные для одежды технические для технического текстиля процентное распределение текстильных больше 77 процентов 12 процентов технический текстиль это ткани больше меньше трикотаж и еще можно выделить комплексные нити для ковровых нитей называется они bsf ковровые нити применяются при производстве варсовой нити производстве ковров вот мы видим например спортивную одежду из текстильных комплексных нитей или тентовые ткани палатки это технические комплексные нити веревки шнур и канаты за счет высокой прочности комплексных нитей это тоже мы отнесем сюда технические нити или вот так выглядит bsf ковровый жгутик большой линейной плотности объемный который применяется в производстве ковров также комплексные нити делятся на гладкие профилированные полы пористые и текстурированные в чем разница здесь в первую очередь вид этих комплексных нити зависит от того как они производятся от процессов формования про сам процесс формования тоже если вам интересно мы когда-то сделаем отдельную передачу но принцип в чем что химические нити полимер продавливается через фильеры из одного отверстия выходит одно бесконечное волокно эти волокна собирают в кучу и получается комплексная нить так вот от того какие фильеры и будет зависеть то какая получится комплексная нить от того какая комплексная нить будет зависит какое получится изделие его свойства например если мы говорим про гладкие нити то используются фильеры в которых круглое отверстие круглое поперечное сечение И значит нить получится тоже имеющая круглое поперечное сечение. У таких нитей достаточно много недостатков. Их не очень хорошо применять в качестве текстильных нитей. Больше как технические. Они будут не очень комфортные для одежды. Если же мы говорим про профилированные нити, то посмотрите. Здесь поперечное сечение имеет не форму круга, а какую-то более интересную. Например, вот такую форму я нарисовал. Сейчас достаточно она популярная. Называется трилобал. Каждое отверстие фильеры представляет собой вот такой вот трехлепестковый профиль. Используются они, например, в трикотаже. Нити такого сечения для того, чтобы трикотаж меньше распускался. Для того, чтобы трикотаж или изделия были более гигроскопичные. Лучше пропускали воздух и так далее. Сечения отверстия могут быть самые разнообразные. Посмотрите, несколько я вам привел в пример. Такие изделия в текстиле будут более комфортные. Эти нити называются профилированные. Вот так вот выглядит поперечное сечение таких профилированных нитей с фотографией под микроскопом. Также комплексные нити могут выпускаться полые, имеющие внутри полый сквозной канал. Наверное, вам известно такое название химического волокна, как hollow fiber. От английского слова hollow – полый. Полые волокна получают и полиэфирные, и стеклянные. Что это нам дает? У нас уменьшается масса изделий. Изделия получаются более легкие, более упругие, с высокими эластичными свойствами. Используются для производства различных наполнителей, подушек, одеял, а также как утеплители. Это полое волокно. Еще один вид волокон – пористые. Посмотрите, какая изрезанная форма поперечного сечения у такого волокна. Например, если мы сделаем полиэфирное волокно вот такой структуры, оно уже будет и впитывать влагу, оно уже будет и пропускать воздух, и по уровню комфортности оно приблизится к натуральным волокнам. Итак, следующий вид – пористые волокна. Также комплексные нити могут выпускаться в виде текстурированных. Текстурированные – это так называемая вторичная нить. Сначала получают гладкую комплексную нить, а затем из нее делают текстурированную. Обратите внимание, как располагаются волокна в текстурированном нити. Они извиты, они перепутаны. Что это дает? Это дает большую объемность, это дает большую растяжимость. Растяжимость и многие другие свойства. Например, растяжимость комплексных нитей используется, когда мы получаем нити для женских колготок, которые растягиваются в 3, в 4 и в 5 раз. Такие изделия получают из текстурированных нитей. Еще один вид комплексных нитей. Кроме того, химические комплексные нити выпускают в разных ориентационных состояниях. Это я рассказываю для тех, кто использует в своих производствах комплексные химические нити. Если молекулярная структура полностью ориентирована, такие нити можно использовать непосредственно в текстиле, в ткацком или в трикотажном производстве. Их свойства уже зафиксированы. Такие нити называются полностью вытянутые или высоко ориентированные. Но есть нити, у которых молекулярная структура еще не ориентирована. Соответственно, перерабатывать их нельзя. Такие нити называются частично ориентированные. P-O-Y, Pre-Oriented Yarn, или низко ориентированные, Low-Oriented Yarn. Соответственно, все эти нити будут обладать абсолютно разными свойствами. И вот такие нити с недостаточной ориентацией нельзя непосредственно сразу использовать в текстиле. Их нужно предварительно обработать на специальном оборудовании, чтобы их окончательно зафиксировать, их молекулярную структуру. Но, кстати, больше в мировом производстве выпускается именно вот таких нитей, которые не до конца ориентированы. Итак, сегодня вы узнали, в каком виде выпускаются химические волокна. Всего хорошего, до новых встреч!